...вела офицеров армии и флота со знанием инженерных наук. Петербург был основан в 1703 году указан царя Петра I. Территория, на которой построен город, долгое время была спорной. Изначально она принадлежала русским, но была позже занята Швецией, сильной морской и торговой державой, владевшей в конце 17 века большей частью побережья Балтики. Мы свернули в реку Мойку. Когда Петербург только еще начинал застраиваться, здесь было непроходимое болото. Именно там и брала начало река Мойка, или, как ее тогда называли, Муя, что по-фински означает «грязная». Позже это название само собой заменилось на «мья». Видимо, оно было больше похоже на русское слово «мыть». А потом речушка и вовсе стала Мойкой. Надо сказать, что на берегах Мойки было несколько общественных бань, и жители окрестностей пытались объяснить имя реки совершенно противоположным образом. Будто все любили здесь мыться. Не верьте роскостям. Ведь долгое время мальчишками за рекой было закреплено... ...от основных торговых путей не вполне соответствовал масштабу задач императора. Впереди водный перекресток. Здесь встречаются река Мойка и канал Грибоедова. Вместе их соединения стоит один из красивейших соборов Санкт-Петербурга. Спас на крае. Постарайтесь увидеть его в просветы между деревьями, за небольшим красным зданием между мостами. Вместе соединения реки Мойки и канала Грибоедова стоит уникальный по своей композиции трехколенный мост, аналогов которому нет во всем мире. Он состоит из трех мостов, которые сходятся к одной опоре, расположенной посреди реки Мойки. Сейчас прямо мы видим театральный мост через канал Грибоедова. Слева к нему примыкает малоконюшенный мост через реку Мойку. Две арки мостов образуют два колена. Между ними опора, которая стала необычным конструкторским решением. Третий мост, или колено, прячется как раз за этой опорой. Это ложный пешеходный мост, который является мостом-дамбой между двумя реками. Желтое здание с арочными окнами и скругленными углами. Круглый рынок. Он является одним из самых старинных рынков Санкт-Петербурга и находился здесь почти с основания города. Рынок был построен в конце 18 века по проекту архитектора Джакома Кваренки. До этого здесь было построено деревянное круглое здание рынка. С тех пор он и носит название «круглый». Длинное здание слева – конюшенный двор. В 18 веке дворами называли предприятие. Конюшенный двор был основан Петром I для обеспечения дворцовых выездов и отдан придворно-конюшенному ведомству. Позже рядом с ним возник музей придворного экипажа, где выставлялись уникальные экспонаты карет и колясок. Императорские конюшни славились породистыми скрупунами. Здесь выбрал коня для работы с натурой Этьен Фольконе при создании метров санника. Двух лошадей конюшенного двора изобразил в скульптурах Аничкова моста Петр Глотт. Стены двора скрывают от нас главное здание и церковь конюшенного ведомства, где состоялось отпевание Александра Пушкина. По разным свидетельствам, у гроба поэта побывало от 10 тысяч до 50 тысяч человек. В любом случае, для Петербурга того времени это неслыханная цифра. Сразу за поворотом обратите внимание на трехэтажное желтое здание с симметричными входами в виде арок по левому берегу реки Мойки. Это последнее пристанище Александра Пушкина, где поэт, смертельно раненый на дуэли, скончался в январе 1837 года. Пушкины прожили в билетаже этого дома всего 4 месяца. Однако именно здесь сейчас находится музей, где, по воспоминаниям друзей, воссоздали обстановку квартиры и кабинета первого поэта России. Ежегодно, в день смерти Александра Пушкина, именно в ту минуту, когда перестало биться его сердце, берега рек укрепляли деревом, а позже гранитными плитами. Во многих местах сооружали новые каналы и небольшие гавани для частных лодок. Этого требовало не только желание Петра I превратить Санкт-Петербург в Амстердам, город, где водные пути считались основными, но и необходимость осушения заболоченных земель. Каналы отводили лишнюю воду и частично спасали от разрушительных наводнений, которым долгое время был подвержен город. В первые годы существования Петербурга здесь особенно не хватало рабочих. Первоначально в строительстве были задействованы солдаты армейских полков и обитатели Шлиссельбурга, крепости, расположенные на берегу Невы у Ладожского озера. Главной рабочей силой стали партии крестьян из ближних и дальних уездов, одной из повинностей которых было городовое дело. От каждого уезда выставлялось определенное количество работников с нужным инструментом для заготовки материалов и постройки домов в городе. Такая повинность могла быть выплачена и деньгами.